здравствуйте мои дорогие друзья приветствую вас на канале оксана годвина винтажной бижутерии и сегодня я хочу показать вам свои новые находки и покупки все что удалось найти отыскать винтажных антикварных магазинах и сегодняшнее видео я хочу начать с показа вот такой интересной коробочки когда я ее увидела в общем-то ничего особенного она из собой мнение показала из себя показалась обычной думаю для хранения бижутерии вполне себе пригодная вещица тем более когда открыла увидела что здесь все очень так достойно выполнено есть и отделение для каких-то мелких украшений есть и сам мешочек вот такой вот липучки в общем то она мне показалось очень качественный и уже придя домой я прочитала название этой компании это ахита осина что-то типа вот так называется и в интернете нашла эту компанию это довольно таки популярная японская компания по производству сумок различных аксессуаров и она оказалась не совсем дешевые вполне себе такие достойные различные сумки и вот такие вот подобного плана коробочки ну в общем то вот такая форма хранения на сегодняшний день мне конечно думаю пригодится и вот такая вот вполне современная шкатулочка компания это существует по сей день и в общем то торгуют на рынке очень успешно и давайте приступим к показу украшений сегодня хочу вам показать броши которые посчастливилось мне найти и первая броши игла которая выглядит вот так у меня много различных брошей и вот игол брошей тоже достаточное количество я в магазине конечно увидела вот этот великолепный дизайн такой кабошон в зеркальном таком стиле что-то подобное я уже где-то как будто бы и видела обратную сторону посмотрела есть маркировка в конечно магазине я не стала рассматривать обычно продавцы когда начинаешь что-то очень так даже через лупу рассматривать завышают цену в общем-то я взяла его фильтр смотрела только дома оказалось эта компания эван и внизу написано эван и сверху написано имя дизайнера ну всем известно конечно компания эван она довольно таки старая компания в 1886 году эта компания начала производство парфюмерии косметики и скажем вот украшения какие-то броши бижутерию компания его начала выпускать в качестве сувенирной продукции в качестве подарков к своей основной продукции и покупки косметики конечно пользовались большой популярностью и очень быстро украшения стали тоже популярными и компания начала производители линии ювелирных изделий для продаж обращаясь к различным дизайнером и соответственно все украшения от компании эван и хорошего качества и очень разнообразные по дизайну конечно определить сразу что эта компания эван не составляет такой легкой задачи это всегда сюрприз я встречал вполне достойные очень интересные украшения от компании эван и вот такая вот брошь игла следующая брошь игла которая думаю принадлежала одному источнику потому что они находились рядом и практически очень и очень похожи по оттенку металла и по самой вот этой защелочки да но в общем-то это брошь без маркировки и и она предполагает ношение в нескольких вариантах можно надевать в качестве вот такой длинный брошь иглы и в качестве обычного вот такого брошь и брошь и пин такая миленькая и очень интересная бабочка миленькая миленькая бабочка сегодня мне попалась и следующее что в этот раз нет тоже посчастливилось отыскать это вот такая новогодняя брошь я очень люблю новогодние украшения у меня целая коллекция собралась уже довольно таки большая с различными брошь ими новогодней тематики серегами украшениями бусами и всем чем можно себя украсить в новогодние праздники брошь это без маркировки но очень красивая эмаль брошь хорошем состоянии нет потери конечно лишним не будет именно вот это украшение и следующее что я хочу вам показать это шедевр сегодняшнего показа это брошь которая в общем-то сразу привлекла мое внимание к себе она крупная поэтому я немного увеличу чтобы вы полном объеме могли оценить именно и размеры этой броши и всю прелесть посмотрите какая великолепная пара явно это брошь относится к пятидесятом годам это свидетельствует именно и прическа девушки эти фасон платья и все вот эти вот силуэты и конечно это брошь именитая брошь от джей джей есть маркировка и эта компания конечно очень известная и всеми любимая любимая жанет джей верли была основана в 1935 году и впоследствии к этой компании присоединился брат натанны и в 1937 году первое название лискер лискер была в общем-то основана после второй мировой войны компания в 1944 году стала называться именем родителей этих братьев джон и это джей джей соответственно и клеймо джей впервые использована только в 1970 году и с этого времени маркировалось каждое украшение ну вот эта информация конечно говорит о том что брошь относится к 1970 годам не раньше его производства и в 1900 в 2006 году компания прекратила свое существование не с этим конечно связано увеличивающийся интерес к этим брошем вот такая интересная брошь пополнила мою коллекцию но в стиле конечно 50 хотя я вот вам сейчас по поводу информации сказала что это маркировка относится не ранее чем 70-е годы но именно вот одежда и сама стилистика очень говорит о таком ретро стиле что в украшениях и я у себя в коллекции нашла очень похожую брошь хотя она вот как бы тематически совсем по-другому тема выполнена по-другому но видите вот эти вот плавные линии вот это романтическое настроение но это брошь кстати не маркированная вот такие небольшие покупки на сегодняшний день мои дорогие друзья я вам показала напишите пожалуйста что из украшений вам запомнилось что понравилось конечно в момент похода по различным винтажным антикварным магазинам по барахолкам невозможно с точностью сказать повезет или не повезет вот на сегодняшний день такие покупки я надеюсь мои дорогие друзья что вы как всегда с пользу и удовольствием провели вместе со мной время с вами была оксана всем всего хорошего пока пока